Безопасность личных средств первое, на что ловят мошенники южноуральцев. Оксане Елисеевой по телефону сообщили, с вашей карты только что было отправлено пять с небольшим тысяч Алексею Владимировичу из Мурманской области. Нужно произвести проверку. Я согласилась, потому что, ну, как Сбербанк, все, они мне сказали, вам как удобнее по договору или по номеру карты. Договор мне искать долго было, конечно, я сказала, что по карте. И когда уже сказала им все цифры, что-то толкнуло, я решила перезвонить сама в Сбербанк. Отключилась. Я сама позвонила в Сбербанк, и мне сказали, что да, была попытка взлома моей карты. В Центробанке подтверждают, звонок от финансовых организаций действительно может поступить. Однако специалист никогда не будет уточнять персональные данные и уж тем более просить озвучить трехзначное число с оборотной стороны карты. Именно этим звонок от банка отличается от звонка телефонного мошенника. Мошенник под любым предлогом попытается выманить у физического лица или у юридического лица данные банковской карты, пин-коды, коды, которые пришли в СМС-сообщение. Подобная история с выманиванием цифр и кодов произошла у Юлии Корнеевой, только звонили не с банка. Молодая мама разместила на сайте объявлений сообщение о продаже детского кресла. Покупатель нашелся сразу, причем был готов оплатить стоимость кресла немедленно, а забрать его на следующий день. Назовите мне номер карты, ну я его называю. Потом мне говорят, назовите свой код на обратной стороне. Я ему, ну начинаю такое называть, а потом думаю, а зачем вам, вам же как бы просто достаточно. И так номер карты. Он говорит, нет, что вы же порядочная, тут начинает давить, что я порядочная, вы же, говорит, порядочная. Вы мне скажите, просто у нас тут без этого кода операция не сможет произойти. Когда дело дошло до указания кода, пришедшего по СМС, Юлия спохватилась и, позвонив в банк, заблокировала карту. Только после поняла, мошенник действовал как по нотам. Звонил поздно вечером, говорил дружелюбно. Голос красивый, мягкий и даже гипнотический. Он так спокойно, уверенно, четко. То есть я вроде ему возражение говорю, он его отрабатывает и очень уверенно. То есть прям спокойным, уверенным голосом говорит и давит на то, что ему надо. То есть он просит карту и ты как вот под гипнозом ему называешь карту. Не лишним будет напомнить еще раз о том, что никому, в том числе и сотруднику финансовой организации, ни при каком условии нельзя называть реквизиты банковской карты. А именно фамилию и имя, срок действия, цифры на оборотной стороне и любые коды, приходящие по СМС. Иначе вы рискуете безвозвратно потерять свои деньги. Юлия Анфалова, Павел Елисеев, Антон Ступко, Дмитрий Пищулин. Урал-1.